Добрый день, друзья! Перед тем, как перейти к основной новости, я хочу сказать несколько слов вот о чем. Я уже вам говорил, что в последнее время YouTube ужесточил свои требования к выпускаемым видео. Но беда в том, что в последнее время вообще непонятно, как работают алгоритмы YouTube. Ты выпускаешь видео и не знаешь, какова будет его дальнейшая судьба. То ли YouTube его заблокирует, то ли ограничит в просмотрах, то ли сделает так, что оно не попадает в рекомендуемые, и тогда его увидит ограниченное количество зрителей. И вся беда в том, что к проблемам авторов видео никому нет дела. Достучаться до специалистов YouTube просто невозможно. У них один ответ. Мы ничего не можем сделать, вот так в последнее время работают алгоритмы YouTube. И это касается не только политики. Я выпустил видео о спорте, и реакция от YouTube на него была та же. Вот и получается, что ты вовремя выпускаешь видео, YouTube его блокирует, ты вступаешь в переписку с YouTube, на это уходят сутки и более, и в результате видео, если выходит, то со значительным опозданием. Вот представляете, сегодня понедельник, а я еще никак не утрясу разборки с YouTube по видео, которое выпустил еще в пятницу. А потом зрители возмущаются, что я выпускаю видео с устаревшими новостями. Вот как-то так, ребята. Вот такая щехарда происходит на протяжении последних двух месяцев. И это происходит не только с моим каналом. Похожая ситуация у многих блогеров, которые говорят о политике. И возможно даже, что это происходит из-за того, что мы начали потихоньку критиковать Владимира Зеленского. Но я хочу сразу сказать, что если он будет заслуживать на критику, то я буду его критиковать, несмотря ни на что. А если будет вести правильную политику и принимать правильные решения, то я буду реагировать адекватно. Ну а теперь давайте поговорим о самых интересных новостях, которые произошли на минувшей неделе. И тут нельзя вспомнить об одной нашумевшей истории. Итак, в спортивном клубе «Пятый элемент», который принадлежит Петру Порошенко, при обыске нашли устройство, которое могли следить за посетителями не только в раздевалках, но и в душе. Как я и думал. Именно это я и полагал. То есть вы представляете, чем занимался бывший президент Порошенко? Прекрасно понимая, что посетителями элитного фитнес-центра являются известные политики, он решил не только прослушивать их разговоры, но и записывать их на видео, как говорится, в чем мать родила. Государственное бюро расследований во время обысков в спортивном клубе «Пятый элемент» в Киеве обнаружило линзы видеокамер, которые находились в раздевалках спортклуба и были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации. Об этом сообщило и пресс-центре Сударственного бюро расследований. Следователи ГБР открыли уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии. Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что у них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю, пояснили в Госбюро. Расследование начали по части 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины «Незаконное использование специальных технических средств в получении информации». Напомню, санкционированные обыски в спортивном клубе «Пятый элемент» состоялись 20 декабря в рамках расследования двух уголовных производств, участником которых является экс-президент Украины Петр Порошенко. Конечными бенефициарами фитнес-клуба «Пятый элемент» являются Петр Порошенко и его соратник, бывший народный депутат Игорь Каноненко. Впоследствии выяснилось, что обыск в спортклубе проводился в рамках расследования уголовных производств по Ленинской кузне и ситуативной комнате, в которых фигурирует Петр Порошенко. Об этом, кстати, заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований. Она уточнила, что следственные действия прошли в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, о купле-продаже кузницы на Рыбальском и возможной пропаже материалов из ситуативной комнаты в офисе президента. И, естественно, все ждали, а какова же будет реакция и политиков, и других публичных людей, которые являлись посетителями столь известного и модного спортклуба. Ведь вы понимаете, что даже если предположить, что многие из посетителей могут быть спокойны, поскольку ничего лишнего не говорили, то понимать, что кто-то снимал тебе на видео, в чем матер дела, это как-то не очень приятно. А если учесть, что, допустим, кто-то эти материалы очень скрупулезно собирал, а потом возьмет и начнет выкладывать все это в интернете. Согласитесь, не совсем приятно, чтобы тебя в голом виде увидели во всем мире. Ну и вот первая новость. Вице-президент Евроньюз Валид Арфуш собирается подавать в суд на спортлуб Порошенко за слежку. Вице-президент Евроньюз по региональному развитию Валид Арфуш, который живет в Киеве и является клиентом спортивного клуба Петра Порошенко «Пятый элемент», возмущен системой тотальной слежки за посетителями клуба. Он изучает вопрос подачи иска в суд с требованием компенсации миллион евро за принесенный моральный ущерб. Я со своей семьей в «Пятый элемент» хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более женщин и детей. Это не то, что неэтично. Это по законодательству любой страны мира уголовное дело. Я понимаю, что для обычного предпринимателя штраф в 1 миллион евро – это неподъемная сумма. Но для долларового миллиардера Порошенко – это копейки. Я думаю, что за то время, которое проводилось прослушка и съемка видео, там собрана такая база компромата, которая стоит намного больше 1 миллиона евро. И вот, по-моему, иск подавать должен не один «Арфуш». И иск должны подавать все посетители этого спортивного клуба. Это все идет куда-то на сервер. Плюс сидит еще человек, наверное, мужчина, смотрит на них, возмущается «Арфуш». Неизвестно, что с этими кадрами потом происходит, где они хранятся. Может, какой-то хакер взломал сервер и найдет эти снимки, а потом сольет их куда-то. В мире за такой не то, что в суд бы подали, их бы закрыли на следующий день. Это скандал. Я подозреваю, что у руководства клуба какие-то непонятные наклонности. Это однозначно для каких-то других целей, а не для безопасности. Мягко говоря, я в ярости. Безусловно, «Арфуш» прав. В цивилизованных странах, после обнаружения подобной прослушки, а тем более обнаружения видеозаписывающей аппаратуры, такой спортклуб сразу же был бы закрыт и опечатан. А у нас в Украине проверка и обыск. Государственное бюро расследования прошел, и клуб продолжает работать, как ни в чем не бывало. Это же Украина, детка. Один из учредителей клуба, Петр Порошенко. У меня такой вопрос. А ему было бы приятно, чтобы его, Марину, детей и внуков тоже так снимали? Говорит «Арфуш». Особенно его возмущает то, что в клубе знали о слежке и не говорили ничего посетителям. За это также отвечают люди, которые знали об этом, но молчали. Например, руководство клуба, охранники, которые наблюдали за монитором, айтишники, которые хранили все это на серверах. Все об этом знали и молчали. Я сейчас консультируюсь с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников. Арфуш, безусловно, прав. Ведь всем понятно, что за несанкционированную прослушку и съемку видео отвечал не один человек, а несколько. И нет никакой гарантии, что кто-то из них не взял и себе на флешку не сбросил какие-нибудь пикантные видео с участием того или иного политика или другого популярного в Украине человека. Да зная наших людей, я просто уверен, что они этим занимались. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если мы что-нибудь подобное рано или поздно увидим в интернете. В первую очередь буду требовать доказательства, что все, что было снято, уничтожено. Хочу узнать цель, для чего все эти годы снимали в раздевалке. Требую компенсацию, чтобы нам вернули все деньги, которые были оплачены за абонементы за все эти годы, когда нас снимали голыми, заявляет Вали Дарфуш. Добавляю, что рассматривает возможность требовать возмещения ущерба в размере 1 миллиона евро от клуба. За такое хамское поведение этот клуб нужно немедленно опечатывать и закрывать. Это преступление в адрес многих киевлян, которые ходили в этот клуб. Извините за выражение, но это все похоже на какое-то извращение. Он не исключает, что это может быть и коллективная подача в суд от клиентов спортклуба. Я с ним полностью согласен. Все видео и аудиоматериалы должны быть уничтожены. Но я повторюсь, нет никакой гарантии, что кто-то из снимавших не взял и не сделал себе дубликат с компроматом. Но то, что Арфуш предлагает подать коллективную жалобу, это очень правильно. Ведь люди ходили в зал, на полном расслабоне вели себя в раздевалке и в душевой. И даже представить себе не могли, что их в это время снимают. Да, чтобы вы понимали, стоимость абонемента в спортклубе «Пятый элемент» стоит 51 тысяча гривен. Так что посетители вправе требовать возврата стоимости годового абонемента, как минимум. Это полный беспредел. Туда же ходили и известные политики, деятели культуры, ведущие. Кстати, наш президент Зеленский тоже ходил. Я его там пару раз видел, сказал вице-президент Евроньюз. Нет, ну даже если Зеленский ходил заниматься в этот клуб, то тогда понятно, что его там и слушали, и снимали на видео. И скорее всего у Порошенко есть целое досье не только на Зеленского, но и на других украинских известных политиков, которые посещали «Пятый элемент». И меня, честно говоря, смущает, а почему молчат все остальные известные публичные личности, которые ходили в этот престижный спортивный клуб. Или они заговорят тогда, когда компрометирующие их материалы попадут в сеть. Но тогда, извините, уже поздно будет, когда вся страна начнет смаковать видео с голыми политиками в душевой. И еще. Помните историю о том, как после проигрыша на президентских выборах из офиса президента Порошенко, а конкретной сутативной комнаты пропали телевизоры? Так вот, их похоже нашли. Говорят, что во время обыска, проведенного в офисе партии Порошенко, нашли сложенные телевизоры. И похоже, это они и есть. Вот как-то так, ребята. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем все самого наилучшего. До новых встреч.